Вот и наши старые знакомые, Анжела Петривна и Илона Давидовна, которые, не покладывая рук и последствия части тела, день и ночь работают, обеспечивая жизнедеятельность Верховной Рады Украины. Но карьера этих женщин не стоит на месте. С прибиральниц нечто давно их было подвищено до работников еда номер один нашей страны. Эй, братарь, готовься к бою, часовым ты поставленным в ворот. Иланочка, привет. Привет. Короче, со мной такая была история на выходных, ты не поверишь. Что, опять? Да, лидер родной фракции. Да не, не, ничего не было. Попроси, чтобы я на выходных понянчила его малого, потому что он с любовницей полетел на Карибы. И ты что, согласилась? Ну конечно, согласилась, прогуляла с ним футбол, он мне подбивал ноги, у меня синяки такие. Потом я его поставил на ворот, а как сандальнуло ему, то он прилип до забора. А мальчику сколько лет? Девятнадцать. Хорошо, что его батя зашел, то вместе его отбирали от забора, и он говорит, Анжела Петровна, такой пушечный удар, как у Марадоны. Говорит, назначу вас головой будете комиссией Евро-2012. То я сейчас думаю, может и принять предложение. Друзья, Анжела Петровна, сейчас тебе так и расскажу про это Евро-2012. Что такое? Что, вот просто, понимаешь, аж комок в горле стоит. Їду я вчера в метро с Гришей Суркесом. Илоничка, ты, если брешешь, то уже не забрехуйся. Виком это метро Суркес ездит? Что значит брешу? Ты что, не знаешь про спецветку, вулиця Институтская, Конча-Заспа? Не знаешь, то мовчи. Їду я с Гришей, в этом метро. А там так все модно, знаешь, стюардессы ходят, там наливают. И он говорит, Илона, ты представляешь, я как бедно. Я, каже, прививте Евро-2012 в Украину, и оказывается, что оно нафиг никому не надо. Ни Витя, ни Юли, ни этим засранцем 450 человек. Вообще, каже, все болт забили. Я не знаю, каже, что делать. Понимаешь, каже, ну ладно, им не надо. Но, каже, я из-за них начинаю намахивать своих кулей. Да ты что? Да? Каже, там какой-то француз во главе той комиссии стоит, какой-то такой, очень порядный. Я знаю. Мишель-платинник. Да я не знаю, Мишель, но не знаю. Короче, то что, значит, а мы же чикнули уже с Гриша. Он говорит, что мы, Илона, робим. Мишель стоит свою банду, прилетает, значит, в Борисполь. Каже, мы его встречаем, так вот, летак вот останавливается. Трап, хлоп, двери открываются, каже, ими ордой в самолет, каже, стоп-стоп-стоп, никуда не выходьте. Не выходьте, вот так, Киев, тут все понятно. Да, да, хорошо. А что такое? Через полтора часа нас чекают во Львове. Ну, вы оперативно працюете, пацаны. Ну, полетели. Его полтора часа мурежат над Киевом. Потом опять они сидят в Борисполе, а за тот час меняется вывеска на аэропорту. И пишет, вас витает Львов. Они так двери открывают, знаешь, только на трапках, нифигаса, и во Львове хороший аэропорт. И тут говорит, Гриша, мы опять его назад, назад, назад. Нема часу. Стадион во Львове тоже хороший. Полетели в Днепропетровск. Через полтора часа маем бути. Вот так Анжела Петровна за один день Борисполь был и Львовом, и Днепропетровском, и Донецком, и даже Харьковом. Та, хера века. А понимаешь, Гриша вот так вот сидит, дивится мне в глаза. И говорит, Илона, ну что самое обидно, что как не крутись, а евро все равно заберут. Илонечка, я тебе так скажу. А я чегось уверен, что евро 2012 все-таки будет в Украине. Ты очень уверена, женщина Анжела. Просто ты же не знаешь один факт из моей биографии. Колись, в конце 70-х годов, в Украину прилетала сборная Франции по футболу. И в составе ее был Мишель Платяний. А ты же помнишь, я в той час как раз на стадионах начинала прибирать? Да. Вот так я и познакомилась с Мишей. На згадку про него у меня осталось две вещи. Его номер телефона и рубец на срации. Я так вот сейчас наберу его и скажу, Алло, Мишель, твой галдкипер уже встал на ворота и ждет тебя. Угадай, в какой я позе. Анжела Петровна, та если благодаря твоим связям и прошлому в Украине не заберут евро-2012, то все эти депуты, та шо ждать, я пойду скажу, нехай идуть целовать тебя в рубец. Мишель Мобель.